Ребята, всем огромный привет! С вами Алексей Грельков и сегодня проверка рецепта. Всем она вам очень понравилась. Я единственное прошу последнюю хотя бы неделю-две не кидайте гифки, потому что, мне кажется, я стал король гифок. Их столько стало, и их невозможно пересмотреть все. Вот так потихоньку просматриваю. Вы что-то действительно очень часто вы отправляете. Сегодня, пожалуй, очень любопытный опыт. Это несложный рецепт, но в то же время мне интересно, действительно ли мясо, приготовленное в Кока-Коле, запеченное, получается таким вкусным, с прикусом Кока-Колы. Потому что многие сообщества ВКонтакте начинают форсить эту гифку, типа вот, смотрите, это так вкусно, и просто проверим. Хотя, давайте, наверное, скажу свое отношение к этому напитку. Не люблю я его. Я вот, честно, из зарубежного, Маунтис Дью и Спрайт. А вообще, я поддерживаю, или не поддерживаю, мне очень нравится. Колокольчик, Байкал, Тархун, опять то же самое. Байкал уже, не знаю, называл, нет? Очень всякие такие наши лимонады. Не знаю, в этом что-то есть. Или вообще обычный лимонад с лимоном. Спасибо большое. Доширак занял заветное место. Вы спрашивали, где он был? Уезжал в небольшой отпуск. Давайте приступим к приготовлению. Да, кстати, эта гифка будет в группе ВКонтакте. Ссылка на нее будет в описании. Так что, если хотите посмотреть, что получается у них, как это все великолепно выглядит, переходите. Мне важен сегодня вкус. Поехали. Со слезами буду сегодня делать этот рецепт, потому что, конечно, я бы приготовил все это дело с использованием соли, перца и все. Но нам же важно узнать, действительно ли это будет так вкусно. Итак, что мы делаем? Во-первых, это у нас, сейчас, секундочку, корейка. Почти 800 грамм. Все как в рецепте. Кладем вот в эту вот штуку. Эта штука называется, если что, кастрюлька. Дальше все гениальное просто. Господи, господи. Заливаем кока-колой. Я взял литр. Далее мы закидываем лук. Там использовался один гигантский. Я положу две маленькие половины. Не закрывая крышкой, теперь нам нужно подождать, пока все это закипит. Кока-кола закипела. Господи, никогда не думал, что в рамках кулинарного шоу скажу об этом. Что делается дальше? Очень сложно понять, насколько долго происходит этот момент. Но видно, что он переворачивает. Пока крышку мы не закрываем, в таком виде переворачиваем раза два. То есть без крышки варим на большом огне порядка минут 15. За это время переворачиваем два раза. По прошествии 10 минут жидкость под названием кока-кола стала прозрачной. Красители все из нее ушли. Дальше будем действовать. Это закрываем крышкой. Ставим огонь на чуть выше среднего. И забываем минут где-то. Я предположу, что минут на 15. В общей сложности прошло 25 минут. Давайте приступим к следующим действиям. Это противень. Не очень большой. Нам нужно теперь сделать разрезы. Чтобы положить туда гвоздику. То есть делаем мы вот таким вот образом. В пересечении вставляем гвоздику. Это достаточно стандартный прием, когда особенно запекаешь кусок мяса. Как-нибудь покажем свой рецепт. По запахам мяса. Слушайте, пахнет нормально. Я бы не сказал, что пахнет кока-колой. Пахнет абсолютно обычным мясом. Немножко луком. И, вы знаете, есть какая-то небольшая сладость. Но сказать, что она идет от кока-колы, фиг знает. Никогда бы не сказал. Дальше по ингредиентам идет у нас одна столовая ложка патоки. Но это чтобы совсем у нас попа, походу, чтобы слиплась. Вот так вот красивенько. Наливаем на весь кусок. Дальше идет горчичный порошок. То есть мы так, судя по гибке, его достаточно много добавляем. Дальше по рецепту идет сладкий тростниковый сахар. Три столовые ложки. Я уж не знаю, почему это должно быть таким сладким. Но не будем же мы спорить с создателем гибки. Давайте все-таки убедимся в этом. Осталось разогреть духовой шкаф до 240 градусов. И поставить на 10 минут. Что же, сейчас мы это сделаем. Пока вот по моим впечатлениям что получится, не знаю. Интересно, просто передался ли вкус от кока-колы это ему мясо. Ну, такие в основных рецептов никогда я не буду делать. Лучше уже просто розмаринчика, тимьянчика. Ладно, что об этом говорить. Встретимся скоро и посмотрим, что получилось. Вот вам заветный кусок мяса. Ставим на досочку. На досочку ставим. И дадим немножко отдохнуть. Хотя бы минутки 2-3. Настало время разрезать и посмотреть, что у нас там с вами. Ну, то, что она готова, это факт. По поводу сочности. Нет, ну видно, что она не сухая, не пересушенная. Пока меня все, в принципе, устраивает. Вот он кусок поближе, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Очень любопытно, конечно, попробовать, что получилось. Я думаю, мы с этим медлить не будем. Давайте еще раз по запахам. Пахнет чем-то нечто сладким. Совсем не перченый запах. Ну, естественно, откуда ему быть перченым, если по рецепту не идет перец. Давайте попробуем. Готов немножко подрезюмировать. Во-первых, я сейчас скажу мое отношение именно к основному рецепту, из которого мы делали. Потом скажу, что бы я добавил. На мое удивление получилось неплохо. Но вы знаете, утверждать то, что, как вот в пабликах пишут, да, типа из серии «Кола в мясе! Суперский вкус!» Замануха полная. Колой не отдает. Даже вы знаете, в чем прикол. Больше отдает именно с сахаром и горчицей. Она создает именно, чем мне понравился этот рецепт. Вот сейчас я понимаю, именно вот этой корочкой. Потому что она сладкая. Попадая в рот, понимаешь, что она растворяется и вроде как вкусно. Но от колы вообще ничего. То есть вот эта бесполезная трата денег на Кока-Коле. Что хочется сказать? Чего не хватает? Естественно, не хватает перца. Естественно, не хватает соли. То есть хотелось бы, наверное, на уровне отрезать кусочек, посолить, поперчить. Тогда можно. Но такой рецепт можно абсолютно спокойно сделать без использования Кока-Колы. Например, сделать некий вот этот бульон водяной, в который добавить немножко лаврушки, немножко перца. Может быть, даже я бы добавил на последнем моменте немного уксуса, чтобы придать небольшую кислинку. Или можно даже лимона. А так вот какого-то специфического вкуса и самого мяса нет. Да, небольшая сладость. Но не сладость от Кока-Колы. Говорить о том, вот если бы я это сделал дома один без камеры, я бы не стал вам показывать этот рецепт. Потому что, на мой взгляд, он абсолютно беспонтовый. Вот эта тема, знаете, все повернуты на Кока-Коле. Там, я уж, ну вы, в общем, знаете, какое барахло иногда в тренды попадает. И вот, в общем, не знаю. Не. Вот Кока-Кола здесь вообще абсолютно не нужна. Так что, однозначно сказать, да или нет этому рецепту, я не могу. Я скажу, что я воздержусь. Но советовать кому-то делать, тратить деньги, наверное, все-таки нет. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там, под этим постом, можно закидывать гифки. Ну, хотя я еще раз повторюсь, на ближайшие 2-3 недели, вот прям вот столько. Выбирай, не хочу. Будем делать то, что вы просили, то, что вы лайкали. С вами был Алексей Грельков. Подписка на основной канал, на лайв-канал. Ссылка на группу ВКонтакте будет в описании. До вкусных встреч. Пока.